Руад Ньюз. Самые динамичные новости. Бизнес-завтрак Руад – это мероприятие, цель которого – обмен опытом и полезной информацией с людьми, которые также заинтересованы в развитии авторитейла в России. Ассоциация автомобильных дилеров проводит их не только в Москве, но и в различных городах России. В этот раз встреча состоится в онлайн-формате 28 июня, которая будет посвящена как проблемам дилеров Уральского федерального округа, так и общим тенденциям автобизнеса, включая уход производителей и параллельный импорт. Актуальные вопросы отрасли будут обсуждать президент Руад Вячеслав Зуварев и вице-президент Байтингер Олег. О проекте «Чек-дилер» и его значимости для авторитейла расскажет Андрей Петренко. Сергей Кожухов выступит с презентацией проектов Академии Руад. Также ожидается участие представителей классифайда в Автору и Авитоавто, которые расскажут, как эффективно работать с их площадками в нынешних условиях. Еще одной важной частью мероприятия станут выборы руководителя регионального совета Руад Уральского федерального округа. Зарегистрироваться и более подробно ознакомиться с программой «Бизнес-завтрака» можно на сайте Руад в разделе «Мероприятия». На сайте Российской ассоциации автомобильных дилеров в разделе «Мнение эксперта» можно ознакомиться со статьей Сергея Наумовского, которая посвящена выкупу автомобилей в сервисе, и основана она на опыте других стран. По словам автора, развитие российского рынка БУ-машин тормозило отсутствие индустрии аукционов, а уже сегодня во многих странах мира, включая США, этот инструмент считается не самым эффективным. В статье приводится и мнение вице-президента «Парагон Хонда» и «Парагон Аккура» Брайана Бенстока, который считает, что выкуп автомобилей из сервиса – это процесс, направленный на приобретение существующих автомобилей у клиентов и продажу им другого транспортного средства, а также подобный подход изолирует вас от конкурентов. Прочитав статью, вы поймете, на что стоит обратить внимание в первую очередь при формировании данного направления в вашем дилерском центре. В столь сложное время для авторитейла России подобные знания могут действительно пригодиться. Уход части производителей с российского рынка – уже состоявшаяся реальность. Несмотря на это, еще остались бренды, которые можно приобрести. Поставки автомобилей продолжает Хонда, однако если раньше машины приходили в основном из Калининграда, то сейчас большая часть собрана в Корее, а срок поставки вырос и теперь составляет два месяца. Продолжается ввоз в Россию и автомобилей китайских марок Chery и Exceed. Нет проблемы с поставками автомобилей Gilles завода в Белоруссии. Haval в Тульской области продолжает работу и пополняет запасы своей дилерской сети. Что касается других марок, то поставки идут только по ранее заключенным контрактам. Ситуация на рынке неопределенная. Именно поэтому многие дилеры уже пытаются пополнить свои склады с помощью параллельного импорта. Насколько это будет эффективно и заменит ли это прямые поставки, покажет время. Совсем недавно мы рассказывали, что автопроизводители из КНР продолжают наращивать долю на российском рынке, и в мае она составила 16,9%. На этом фоне дилерская сеть китайских брендов стала расти. Только за последние две недели прошло несколько открытий автосалонов. Авелон объявил о запуске сразу двух шоурумов в Москве. Один относится к марке Fav, а другой к Чинган. Не отстает от этого тренда и пермский дилер Vera. Открытие автоцентра Exit в Березняках у них запланирован на август. Скорее всего, большинство дилеров России пополнят свои портфели брендами из Китая. Поговорка «Свято место, а пусто не бывает» как никогда звучит актуально. Президент РУАД Вячеслав Зубарев был избран руководителем регионального отделения РСПП в Чувашской республике. А также он вошел в состав правления организации. Соответствующее постановление от 5 июня подписано президентом Союза предпринимателей Александром Шохиным. РУАД поздравляет Вячеслава с новым назначением. РУАД Ньюз. Самые динамичные новости.